Добрый вечер, дорогие телезрители! С вами я, Ларина Сукуева. В эфире новый выпуск программы Якутия 20 лет в 21 веке. Мы продолжаем анализировать итоги первого двадцатилетия нового тысячелетия и обсуждать с нашими гостями, как изменилась Якутия и какой она вступила в новый век. Сегодня героем нашей программы станет актер русского драматического театра имени Пушкина и заслуженный артист республики Владислав Мичурин. Владислав, добрый вечер! Добрый вечер! Мы знаем, что вы на сцене уже более 30 лет и за это время сыграли огромное количество самых разных ролей. Вы были и героем-любовником, и священником, и бедняком, и геологом. Скажите, вы с детства мечтали стать актером? Ну вот так вот получилось в моей жизни, что с детства я не мечтал быть актером, а мечтал стать военным или в мореходку поступить. Ну, все меняет жизнь, меняет школа. Как-то раз пришлось мне с родителями уехать на Камчатку, и вот тут произошло собоносное в моей судьбе решение. Меня позвали девчонки в народный театр, точнее даже в кукольный. Ну, сыграть роль Деда Мороза. Ну, вот так и получилось. Начал с Деда Мороза, а потом, ну, решил поступать в институт. Вот. И потом судьба меня занесла сюда, в Якутск, и вот в Якутске я начал, стал актером. Да, вы в Якутске вернулись в 92-м году специально, чтобы поступить в якутскую студию актерского факультета школы в студии МХАТ, которая тогда была при Русском драматическом театре. И вот какой тогда была театральная школа, и какие лучшие практики до сих пор применяются? Ну, наверное, я скажу так, что это, конечно, было большое событие для Якутии, когда была создана школа, театральная школа студии МХАТ. У нас в ней, как вы, наверное, уже знаете, что учили Сан Саныч Лобанов, художественный руководитель и директор театра в настоящий момент. У нас Лена Корнилова, которая актриса и режиссер в театре. Женя Адамчук, ведущая актриса, заслуженная артистской республики Саха-Якутия. И вы знаете, основное, что, вот, наверное, сохранилось и осталось, это преемственность поколения, преемственность учения, ну, вот, скажем так, наверное, системы Станиславского. Вот это вот, что была школа, вот именно школа, актерская школа. А сейчас вот как? Какие практики до сих пор применяются? И применяются ли? Сейчас? Да. Вы имеете в виду со школы студии? Угу. Ну, как сказать, она и сейчас применяется. Вот это вся, ну, как сказать, нас научили, если все рассказать, да, чему учили, то, в принципе, знаете, вот даже распределить себя на сцене, это научили в школе-студии. То есть, чтобы тебя видеть, чтобы видеть свет, видеть звук, слышать, понимать. Давать партнеру реплику, давать реплику осветителям, чтобы тебя понимали и слышали. Это самое главное. Для чего приходит? Чтобы было понятно, что происходит. Он заплатил деньги, тебя должно быть слышно, тебя должно быть видно. Ты не имеешь права быть не в форме. Это самое главное. И нельзя это, то есть нельзя себя опустить ниже планки. Только выше, выше, выше. И все у нас ребята, все, кто учились, а у них всех планка очень высокая. Владислав, вы уже на первом курсе, вас, точнее, уже на первом курсе пригласили на одну из главных ролей в спектакле по пьесе Флабера. Не страшно ли было оказаться тогда впервые на профессиональной театральной сцене? Ну, я скажу, наверное, так, все-таки было страшно, потому что это был мой первый выход на профессиональную сцену. Если до этого я играл, ну, так сказать, в народном театре, там, или... Ну, на сцену, на саму не было страшно выходить, потому что я привык к сцене. А выйти первый раз на профессиональную сцену, да, коленки дрожали, боялся забыть текст, боялся что-то не сделать. Потом режиссер Анатолий Степанович Тарасов прибежал, говорит, ты что так тихо разговариваешь? Я думаю, все, вообще пробал, зачем я сюда пришел, зачем я здесь нужен вообще? Еще, когда еще отругали, что я тихо разговариваю, это к вопросу о том, что актеру все-таки обучаться нужно. Студенты первых курсов актерских факультетов могут так же, как и вы, оказаться на сцене? Стараются первый, второй, третий курс не давать студентам, чтобы их не портили. Чему обучает, допустим, их педагог, то есть и речь, и движение всему, чтобы не успели их испортить. Потому что, ну, по-разному, бывает так эксплуатируют, что вот ты так сделай так, вот сделай так, чтобы студент не успел разочароваться или, наоборот, нахвататься того, чего еще не нужно ему нахвататься, чтобы он был цельный, понимаете, чтобы у него сформировался свой характер, свое мировоззрение и своя, как говорится, культура, чтобы еще не успели ее испортить. Ну, поэтому, наверное. Кстати, вот количество поступающих на актерские факультеты за последнее время увеличилось или нет? Вот как вы считаете? Ну, судя по рейтингу, да, увеличилось. И оно никогда не уменьшалось. Ну, вот, кстати, вот у нас, возьмем наш театр, у нас буквально, ну, год назад поступили ребята по целевому направлению в Щуку. То есть пять человек. У нас пять человек придет в наш театр. Уже обеспеченные работы. А это же очень важно. Потому что большинство, вот в чем сейчас проблема большинства вузов, они набирают актеров, да, но устроиться очень тяжело. Потому что очень большая конкуренция. В провинцию мало кто хочет ехать, как ни странно. Потому что большинство же хотят работать, ну, где-то в Москве, в Питере, в центральных театрах. Ну, как говорится, хочешь сниматься, да, то есть ты должен жить в Голливуде. Это у нас так. Хочешь ты где-то работать, сниматься в сериалах, там, где-то ты должен жить или в Питере. Но самое лучшее – это Москва. Конечно, для всех это Москва. Но Москва не решает. Ну, да, теперь у нас есть Якутск. И это очень здорово. А не появились ли программы обмена опытом между театральными школами разных регионов? Я думаю, скорее всего, есть такое. У нас ездят учителя, кто преподается актерское мастерство, сценическую речь, на курсы повышения. Вот это точно я знаю, что есть, потому что сейчас очень много методик, очень много каких-то… Сейчас же мы все продвинутые уже. Уже даже онлайн-курсы. Вот, допустим, вчера по СТД был онлайн-урок по сценической речи. Большим удовольствием сидел, смотрел, слушал. Владислав, как вы думаете, как изменился сам театр вот за эти 20 лет? Каким он был тогда, вот когда вы начинали? И какой он стал сейчас? Театр, конечно, очень здорово переменился. Ну, конечно, во-первых, я скажу, что у нас в этом году театру исполнилось 130 лет. Мы будем праздновать этот юбилей 6 июня, день рождения Пушкина. Это, наверное, очень хорошая, знаменательная дата. Вот. А начну я, наверное, не с 92-го года, а, наверное, с года, вот когда у нас уже произошел ремонт. Когда пришел, стал художественным руководителем Лобанов Сан Саныч, да, и стал директором. И у нас произошел капитальный ремонт, потому что был большой ремонт после пожара, когда театр горел. И вот следующий капитальный, именно большой ремонт при Сан Саныче Лобанове. Это отдать ему должное, как вот это вот найти, вот эти финансирования, чтобы привести в здание в такой порядок, в такой... Оно стало изнутри такое современное, светлое. И, во-первых, изменился репертуар. Что самое главное изменилось? Мы стали ездить на разные фестивали. Дни Республики Саха-Якутия в Санкт-Петербурге, в Москве. Мы везде участвовали. Мы участвовали в республиканских эссэх. Мы стали участвовать в разных фестивалях, в больших гастролях. Это просто, ну, правда изменилось. Постановки изменились. Это только стоит чего? Спектакль «Два берега, одной победы». Это же великолепный спектакль. Когда мы в Сочи, там фурор произвел. И он сейчас продолжает шествие, продолжает везде. Куда мы не ездим на гастроли, вот большие гастроли у нас. Благовещенск. Большие гастроли Чита. В Магадане там вообще, там стояли, нас не отпускали. Просто там вот так вот все аплодировали, стояли, потому что это близко. Через Магадан же трасса шла, Алсиба, очень много самолетов шло тоже. И к нам летели. И просто всем близко. Кстати, комедия. А комедия приносит деньги театру, извините, ребята. Вот на самом деле мы зарабатываем. Мы за... Вот, что самое главное. Мы за эти года научились зарабатывать. Конечно, все мы не можем окупить. Все-таки у нас, согласитесь, свет и отопление, и там еще много что. Это очень дорого. Но, зритель идет, заполняемость более 80%, а это театр ведущий. Ведущий театр. На самом деле это даже отметено в Министерстве культуры. То есть везде отметено, что у нас по заполняемости театр самый первый. В республике. В республике. Вот стали ли с тех пор спектакли более высокотехнологичными? Вот как вы считаете? Да. Да, не то слово. У нас появились экраны. Где стало... Ну, я вот про наш театр не буду говорить. Где стала проекция. И проекция очень интересная. Можно вообще живой лес сделать. Живую даже тропинку. Все что угодно можно сделать. Добавился свет новый. Хотелось бы, конечно, больше, но это все впереди. Ну, дай бог, будем ждать. Да, не то слово. Мы сами вот так вот кулачки держим. Потому что, ну, правда, это, во-первых, ну, очень хочется малой формы. У нас многие актеры готовы там, то есть, допустим, моноспектакли. Там какие-то формы малой даже классики. Современная драматургия той же комедии. Ну, раз вы заговорили сами о зрителе, хочу задать такой вопрос. Как зритель изменился за эти годы, за эти последние 20 лет? Вот, может быть, у него приобрелись новые вкусы, предпочтения? Вообще сейчас какие жанры наиболее популярны? Может быть, вот как раз комедии, как вы сказали, да? Да, я скажу так. Потому что, ну, как принято в театре, каждый 25 лет меняется зритель. То есть, поколение, у нас почему-то поколение отмеревается за 25 лет. Вот 25 лет прошло, пришло другое поколение. Наверное, да, наверное, так и скажем. Самое главное, что произошло, у нас зритель пошел в театр. И пошел, причем, действительно, очень сильно. Я не зря сказал, что заполняемость более 80%. То есть, ну, вот, сведем 80%, а это очень большой показатель. Зритель изменился в чем потом. Он стал немножко не узнавать театр. Вот у нас, допустим, поставили спектакль «Очень черный». Да? Зрители пришли, посмотрели. Это что, это вы танцуете? Вы, актеры, так танцуете? То есть, были очень удивлены, что театр может так танцевать. Это актерские возможности и возможности театра увеличились. Да, да, конечно, комедия. Конечно, комедию мы ставим. Но зритель, конечно, приходит на комедию отдохнуть. Потому что, ну, правда, проблем много. У всех много проблем, там всяких забот хватает. И приходят многие отдохнуть. Правда, это смешно, чтобы не думать о проблемах. Но и приходят на другие спектакли. Если взять даже, ну, возьмем даже «Два берега, одной победы». Вот вроде бы шесть, ну, сколько, пять или шесть лет даже назад поставлены. Вот последний раз мы играли «Два берега». Нас не отпускали со сцены. Стояли, стоя, аплодировали. У людей слезы. То есть, какой спектакль, как он воздействует. Тем более, он же на местную тему. Это же близко. Это буквально вот герои, которые вот были. Вот они рядом. Вот наш Якутск, вот наш аэродром. Это все рядом. Вот эти самолеты все приземлялись здесь. Многие даже знали, кто работал. Узнаваемые там есть герои. То есть, это очень близко. А как повлиял ковид на театр, на театральную жизнь? Смотрите, что получилось. Ведь мы же во время ковида, мы практически подготовили две премьеры. Вот одна из премьер, это Островский, не все коту-масленицы. Мы во время ковида тоже так же собрались. Ребята, будем готовиться. Мы начали читать и начали обсуждать. Оказывается, можно обсуждать. Я уже к следующей репетиции уже достал, там, у меня сборник Островского, Островского. Достал, что написано там, что-то можно говорить. И то есть, это удобно, все под рукой. То есть, вот даже если ты болеешь, ты можешь заниматься репетицией. Здорово? Нет, на самом деле здорово. То есть, ты даже если где-то в отъезде, но ты можешь хотя бы вот этот застольный период что-то обговорить, что-то обсудить. И это открылись какие-то новые перспективы, которые мы еще, наверное, не осознали. Помимо всего этого, отдать должное, чем хорошо. То есть, не просто сидели, да, допустим, а кто захотел, вот действительно нашел что-то новое. Вот, допустим, у нас начали выпускаться детские сказки. Аудио. Здорово. Потом у нас вот такой проект открыли для себя, ну, вот Дима Юрченко. Там, проект «Батя». Ну, знаменитый. Дима Юрченко вместе с Сережей Ацигейдой, который там еще бригада целая объединилась. Молодцы, ребята. Ну, просто я вот скажу так, это молодцы. Потому что, ну, они нашли чем заняться. Владислав, скажите, а вот насколько наши театральные проекты востребованы за пределами республики? Угу. Скажу так. Это... Пока мы сами их не покажем, никто о нас не узнает. А когда мы начинаем показывать, вот, один из проектов был очень здорово «Дни Якутии в Пекине». Ну, там фурор произошел. Когда мы с театром оперы и балета, это для меня было что-то новое. «Князь Игорь». Когда мы участвовали в Саха театр, участвовали в русский театр. Ну, там еще многие. Мы приехали в Пекин, показали там князь Игорь, именно за рубежом. Там это произвело фурор. Потому что еще что интересно было, декорация была изготовлена в Китае. Вот это движущиеся, какой-то станок, который будто управлялся. И он двигался. Это большой, здоровый станок. Это было какое-то событие. Мы так все смотрели, думали, как здорово. Ну, и... Потому что Китай же большой, сам по себе зал огромный. Там он весь был забит. Это было вообще здорово. Такое-то событие. А о нас говорили, о нас там писали, по телевизору показывали. Владислав, как вы думаете, что привлекает не якутского и иностранного зрителя в наших проектах? Ну, в Якутии, самом Якутске, в народе Саха есть вот эта вот черта. Самодостаточность. А это очень важно. Ведь смотрите, в чем самодостаточность. Сохранить свои обычаи, сохранить свою культуру, сохранить свой язык, сохранить свой эпос. А это же очень многое значит. Мы вот, когда приезжаем, допустим, за рубеж, да, куда-нибудь, мы что в первую очередь смотрим? Чем дышат? То есть какая культура? Что едят? Да, какие у них там спектакли? Какие там фильмы? О чем вообще думают? Мы же, нам интересно, ну, если мы едем в Париж, мы же смотрим «Эфлеву башню», правильно? То же самое, едем в какие-то, как они общаются, как у них что происходит, какие у них спектакли там происходят, и что, интересуемся. То же самое здесь. А как вы думаете, постановки русского театра могут стать, ну, смотивировать жителей других регионов приехать в Якутию, узнать о нашей культуре, о нашей истории? Конечно. Конечно. Да и к нам и приезжают и смотрят, даже с Москвы к нам приезжали, смотрели спектакли, говорят, и что, у вас такой уровень в русском театре? Говорят, не хуже московского, а порой и лучше спектакли, порой и лучше московских. Ну, можно смело сказать, что якутский театр наравне с якутским кино стал в последние годы инструментом продвижения якутской культуры. Не то слово. А ощущаете ли вы интерес и поддержку со стороны федерального центра? К театру? Да. Конечно. Первое, что поддержка федеральная, это гастроли. Благо, сейчас у нас ожидаются, не ожидаются, а будут гастроли. Именно благодаря федеральной поддержке и поддержке министерства нашего культуры и правительства республики Сака-Якутия, мы поедем во Владивосток. Это вот у нас будут большие гастроли, посвященные из-за одного 130-летию, потому что нашему театру исполняется 130 лет. У нас будут большие гастроли во Владивосток. Потом, буквально, вот сейчас будет готова уже проектно-ксметная документация, ждут в апреле, в мае, у нас будет строиться пристрой к театру. То есть, появится малая сцена, появится зрительный зал, появятся там некоторые гримерки, цеха, ну, дополнительно. А это очень многое значит. Потом, благодаря правительству республики, министерству нашему республики Сака-Якутия, у нас сейчас буквально вот должно начаться, ну, не знаю, сейчас как там, ремонт сцены. А это очень многое значит. Ну, и плюс, конечно, просто идет поддержка. К нам приходит и министр культуры на спектакле. И, извините, и наш глава тоже у нас в театр приходит на спектакль вместе с женой, смотрит. это очень многое значит. Дорогого стоит. Да не то слово. Очень дорогого стоит. Владислав, давайте вернемся к нашему первому вопросу. Когда я говорила, что вы сыграли самое разное количество ролей, были и священниками, и героем-любовником. А вообще, какую роль на данный момент вы мечтаете сыграть, исполнить? Сейчас? Сейчас. Ну, мы, конечно, актеры, люди, немножко зависимые. Да, немножко зависимые. Ничего уж, греха таит. Конечно, те роли, в которые я немножко хотел сыграть, уже, наверное, не сыграю, но... Еще пока у меня остается в стиле Островский, это беспреданец. Он у меня так и сидит Карандашев. Карандашев. Всегда хочется, знаете, в интересном проекте каком-нибудь участвовать. Чтобы проект был интересный и сыграть роль неожиданную. Ту, которую я еще не играл. Вы еще исполняли несколько ролей в кино. Скажите, в чем отличие играть в кино и на сцене театра? Так, наверное, скажем так, в театре идет все-таки долгая подготовка. Ну, в кино тоже там своя подготовка идет, но в кино обычно тебе дают текст, посмотрел, ну, давай играем. Это вот первый раз у меня было такое в кино, ну, как бы мне дали текст, так, прочитал, ну, все, давай, что давать-то? Что играть-то? Господи, куда? Что? Что мы делаем? Все, говори. А что говорить-то? А в театре, конечно, там, пьесу дают, распределение, там, потом идет обсуждение, там, это долгая репетиция, на сцену выходим, мы репетируем мизансены, все это запоминаем. А в кино нужно сделать здесь и сейчас, перед камерой. Вот сейчас ты сделал все, и все, ты свободен. Как, все, что ли? Да, все снято. А о результате узнаешь позже. Да, результат ты узнаешь, получилось у тебя, не получилось, но зато в кино это остается в века, я так говорю, а в театре это остается вот в памяти зрителей, которые сидели вот сегодня в театре. Вот, наверное, так. Владислав, в конце нашей программы мы каждому гостю задаем три специальных вопроса. Итак, главная черта характера настоящего якутянина. главная черта доброта. Вы знаете, вот как ни странно, доброта, сколько я вот сталкиваюсь везде, готовы тебе помочь, потому что мы, наверное, в суровом очень климате живем, и где бы я на трассе не сталкивался, где бы я не сталкивался, даже на улице, кто-то вот упадет, или еще что-нибудь. Доброта, где всегда подойдут, помогут, тебе всегда даже доведут, в больницу отправят, скорую вызовут, не знаю, наверное, самое главное, что у нас есть эта доброта, сострадание к ближнему. Следующий вопрос, о чем никогда нельзя забывать на сцене? На сцене? Ну, что ты не один, что у тебя есть партнер, вот это самое главное, что не ты один играешь, а ты играешь с партнером, и у тебя целая команда, которая, и осветители, и все, кто занят в этом спектакле, они все команды. Если вы проснетесь в Якутии через 20 лет, что вы... Я надеюсь, что проснусь. Что вы увидите за окном? Я думаю, и будут дома новые, и проекты какие-то новые, и уже, наверное, может, летать будем на машинах. Ну, надеюсь. А почему бы нет? А почему бы мне фантазировать? Да. Но ведь уже показывают, что машины летают. Здорово. Может, мы так же будем передвигаться? Может, у нас какие-нибудь переходы будут, что нам на улицу выходить не надо будет, мы будем так под стеклом идти смотреть, а там холодно, а мы идем так... Не ощущать наши морозы. Не ощущать. Потому что в этом году зима, конечно, так, ух, хорошо показала. Я говорю, подождите, тепло, сейчас Якутия свое возьмет, а она всегда свое берет. Что ж, огромное спасибо, Владислав, за интересную беседу, за то, что поделили своим мнением о развитии нашей республики. Наша программа подошла к концу. Я, Ларина Сукуева, с вами прощаюсь. Увидимся в следующее воскресенье на телеканале НВК Саха. Редактор субтитров А.Семкин